Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. В этом видео я продолжу рисовать макап для игры, действия которых происходят в подземельях. И прежде чем я начну, хотелось бы упомянуть сообщество Холли Манки. Вы часто спрашиваете меня насчет уроков по Юнити, когда же они тут наконец появятся, но так как у меня сейчас очень много материала по другим темам, особенно касательно пиксель-арта, то я рекомендую вам зайти именно на этот канал, так как эти ребята разбираются в программировании намного лучше меня и к тому же учат делать игры на Юнити, а с некоторыми учениками работают тет-а-тет. Поэтому если вы действительно хотите научиться делать игры на Юнити, то обязательно туда загляните. Все ссылки я выложил в описании. В прошлой части этого видео я рисовал тайлсет, и то, что из этого вышло, вы видите сейчас на экранах. Но так как этого ничтожно мало, и сегодня я буду рисовать задний фон для этой игры. И он будет также очень простой, чтобы его могли повторить практически любые пользователи. Потому что задний фон для игры, он не так сильно важен, как, например, а именно тот план, на котором происходит основное действие игры. То есть можно также его просто оставить такой вот цвет однотонный, и все. Но так как это выглядит не очень интересно, то мы сделаем здесь кое-что поинтереснее. Тайл у меня 32 на 32 пикселя каждый, то фон по соотношению, например, 3 на 1, точнее 3 к 1, а можно сделать 96 на 96. Но мне симпатизирует немного другой вариант, такой как 128 на 128 пикселей. И да, этот фон тоже будет тайлиться. Итак, создаю новый документ, 128 на 128. Переношу его обратно на наш холст, и он будет занимать примерно вот столько места. Но так как он будет тайлиться, то это вообще не проблема. Итак, что же можно сделать такого, чтобы здесь все это нормально сочеталось? Ну, во-первых, это может быть какой-нибудь пещерой, так как все-таки это подземелье. Либо это может быть реально какие-нибудь катакомбы, в которых есть, так сказать, архитектура. И во втором случае рисовать его будет гораздо проще и быстрее. Поэтому именно так я сейчас и поступлю. Значит, тайлы я пока спрячу, хотя я оставлю какой-нибудь такой вот кусок, чтобы просто на него ориентироваться. Все, остальное можно спрятать. Далее кусок фона я делаю практически непрозрачным. И также кистью в один пиксель я его обвожу. Пока обведу темным цветом, чтобы он не сливался с тем цветом, который сейчас у меня сзади. Но залью его именно этим цветом, так как он, на мой взгляд, здесь подходит лучше всего. А теперь подложку можно спрятать. Я немного продублирую этот слой. Также на всякий случай, чтобы он просто был. И теперь кусок тайла я как бы сюда поднесу и буду подбирать, так сказать, дополнительные цвета. Я думаю, надо взять цвет какой-нибудь ярче, но не слишком ярким и не слишком светлым. Я думаю, что вот такой вот как раз таки подойдет. И вот этим цветом и кистью в один пиксель я буду делать что-то вроде таких вот больших булыжников, из которых будет состоять наш задний фон. И, пожалуй, я сделаю обводку этого тайла сейчас на еще один пиксель шире. А, собственно, зачем это делать? А потому что если я буду сейчас булыжники размещать по этой линии, а цвет все равно будет сливаться. А если я как бы эту обводку уберу, точнее буду за нее выходить вообще, то это уже будет не очень хорошо. Это уже будет не 128 на 128. Отлично. Теперь можно разместить этот булыжник. Вот так. И теперь я просто его как бы дублирую по всей линии. И тут у нас получается маленький попадос. Места-то не хватает. А значит я еще на один пиксель его отодвину. Как бы между ними такой вот offset на один пиксель. Но, в принципе, выход здесь достаточно простой. А я беру выделение и как бы вот такие вот края их выделяю. Теперь все, что мне нужно сделать, это эти края как бы вот так вот отодвинуть. Так, и учитывая, что здесь у нас offset в один пиксель, здесь оставим как бы такую-то войну и обводку. Так, значит далее. У меня сейчас осталось выделение, и я как бы не могу за него выходить. Если я его сейчас уберу, то я как бы могу запутаться, где у меня какой блок кончается. Поэтому я нажимаю Ctrl-Shift-E, чтобы инвертировать выделение, и тогда я смогу рисовать все, но не касаться как раз того, что выделено вот здесь. То есть как раз вот этих краев. Это то, что мне нужно, потому что сейчас я как раз таки буду их стирать и делать край с другой стороны. Здесь сразу его можно продолжить. Как бы такая небольшая заморочка получилась. Но это потому, что с первого раза как бы не получилось подобрать сразу размер этих блоков. Отлично. А теперь все отлично будет тайлиться. А теперь я снова беру этот блок, дублирую его, и буду вставлять его между вот этими вот стыками. но также оставлю offset в один блок, точнее в один пиксель. И получится так же, что у меня здесь будет начало, а здесь уже будет конец. Можно сразу здесь залить, точнее закрасить эту обводку, чтобы она не сбивалась толку. И теперь просто посмотрим, как это будет тайлиться. Потому что возможно я где-то накосячил, и чтобы убедиться в том, что все нормально, я просто здесь проверю. Так, мне нужно по горизонтали его тайлить. Окей. Все, в принципе, отлично тайлиться, без проблем абсолютно. Единственный момент, что один из этих блоков как бы всегда меньше. То есть, например, вот этот, вот этот, и здесь уже как бы начинается следующий. То есть, по сути, вот эти вот блоки, которые у нас находятся на стыке, он получается меньше, чем остальные. Но и здесь получается, что вот этот блок, он как бы больше, чем вот этот и вот этот. Ну или может этот и этот одинаковый. Как бы вычислять сейчас нет времени. Но суть в том, что так даже лучше как бы будет разнообразие. поэтому ничего страшного в этом нету. Теперь я просто этот узор как бы вот так вот повторю. Также не забываю про offset в один пиксель. И здесь у нас новые попадосики. Отключу tile. И значит у нас здесь как бы получается свободное место. Чтобы вот это вот все не переделывать, а если как бы все-таки надо переделывать, то также берем просто как бы вот эти вот куски нижней части и сдвигаем вниз. И в принципе проделываем то же самое, что проделывали в начале. А именно инвертируем выделение, а стираем как бы лишнее именно по горизонтали. И уже как бы подрисовываем там где что нужно. Вот, ну как бы сейчас мне симпатизирует немного другой вариант. И выглядеть он будет примерно так. Значит здесь у нас должен остаться offset в один пиксель. И здесь тоже как бы offset в один пиксель. И получаем вот такую вот как бы линию, что-то вроде бордюра. Его можно тоже разделить, а можно и не разделять. А в принципе давайте сейчас просто посмотрим, как это будет в целом выглядеть. Так, по горизонтали тайлится отлично, смотрится уже довольно симпатично. И по вертикали а также все тайлится более чем отлично. И вот этот порожек как раз носит и такое разнообразие. Так, я здесь немного криво слил, а что пиксель зашел на пиксель, а на это уже как бы мой косяк, а не косяк тайла. Далее есть вариант залить все это чудо именно таким вот темным цветом. То есть я сейчас нажму на пиктограмму слоя, удерживая control. И если я буду так по одному заливать, то это будет очень долго. Поэтому я выбираю смежные пиксели и тогда у меня заливается здесь абсолютно все. оно мне кажется, что слишком как бы такой контраст появился, поэтому надо как-то потемнее сделать. Вот что-то вроде такого. И расстояние, как бы вот этот ассет между блоками, его вот как раз таки можно будет залить. таким вот цветом потемнее. Но это уже сейчас о следующем тайле. Точнее о следующем подходе. А значит здесь рамку я убираю. Она мне уже больше не нужна. И пока не забыл, что здесь у меня тоже как бы ассет в один пиксель, я сразу здесь а вот эти вот промежутки между блоками я их закрашиваю темным цветом. И в принципе вот эти булыжники их тоже можно сделать цветом потемнее. Ну, например, вот таким. Да, думаю, это вполне подойдет. Хотя нет, слишком он сливается. И как бы, чтобы по сто раз вот так вот не закрашивать, не переделывать, я сейчас сразу сделаю такой вот булыжник и потом уже просто буду его как бы дублировать. Для начала сделаем что-то вроде блика. вообще свет по сути типа там лава, факелы и все такое подобное. То светлую часть, пожалуй, лучше сделать как раз внизу. А слишком светлый цвет подобрал, надо что-нибудь менее такое броское. Вот, что-то вроде из-за такого. И придал как бы этому кубику, этому булыжнику более такую кубическую солидную форму. Это как бы вот такой один из вариантов. А можно попробовать еще светлее сделать один цвет. Но не факт, что это будет нормально смотреться. И значит попробую еще продублировать этот булыжник пока что отдельно. И сделать ему светлую часть как раз-таки ну где-нибудь сбоку, например. Как я обычно это делаю в платформенных играх, а я делаю свет именно сбоку. Но все равно немного не то. А вообще в принципе сам булыжник тоже не надо делать таким вот прям идеально ровным. Поэтому я сейчас возьму вот этот темный цвет и как бы добавлю здесь где-то сколы, где-то трещины, а просто как бы такие вот разнообразные пиксели, которые как бы придадут больше такой объем и естественность. и вот в принципе в более крупном варианте как бы уже выглядит достаточно неплохо для заднего фона. Но как бы на этом останавливаться я сейчас не собираюсь. Поэтому я сейчас этот блок отдельно как бы оставляю. Остальное все удаляю. И значит накладываю его уже вот сюда. То есть по вот этому так сказать узору. он он у меня здесь как бы не совпадает по размерам поэтому сейчас надо будет подгонять. А я в принципе такие заморочки лишь для того чтобы тайл как бы соответствовал размеру 128 на 128 а если это не принципиально то в принципе вообще ничего такого делать сейчас не нужно. То есть можно было сделать как я в самом начале его продублировал несколько раз и все. А теперь уже этот кусок можно полностью так продублировать сюда и еще сюда раз он здесь повторяется. отлично я пожалуй также залью вот эту нижнюю часть допустим вот таким темным цветом или для начала хотя бы вот таким да а теперь есть два варианта значит вот в этих вот так сказать отсеках тайла можно сделать кирпичи немного другой формы ну и точнее просто его как бы разнообразить либо просто также по кускам его копировать и вставлять а только у а а сет немного не совпадает как бы здесь два пикселя а здесь три а поэтому надо в этом месте например а выделить опять же вот эти кончики и сдвинуть на один пиксель хотя даже сделал так нажму ctrl shift точнее ctrl alt и удерживая shift теперь вот так вот на один пиксель перемещу все отлично а учитывая то что я так по кускам копирую как бы сам так сказать булыжник он тоже немного из-за этого отличается по форме а именно внутри то есть все равно здесь где-то пиксели они немного по-разному растянуты вот и такое минимальное разнообразие но тем не менее мы сейчас еще немного разнообразим по форме именно вот этих вот бликов света чтобы он выглядел интереснее и более разнообразным вот сюда он поместился вообще полностью но опять же как бы offset не сохраняется то есть здесь у меня 3 пикселя а здесь 2 поэтому придется здесь тоже вот так удлинить и теперь снова немного нудная часть как бы я этот кусок дублирую и проверяю чтобы также сохранялся offset а здесь а здесь он у меня немножко не сохраняется как бы 2 2 а здесь например уже по моему пикселя 3 получается да здесь offset 3 пикселя 3 3 3 тоже 3 а между вот этими порожками offset получается в 2 пикселя здесь в принципе тоже в 3 а вот здесь вот в 2 а поэтому есть вариант оставить так либо опустить порожек ниже а пока не знаю какой из этих вариантов лучше сейчас будут тайлить и проверять отключаю пока все лишнее так ну уже достаточно неплохо получается и в принципе уже вижу что offset как бы 2 пикселя с двух сторон он как бы здесь смотрится более чем нормально поэтому даже второй вариант сейчас пробовать не буду далее как бы у меня в планах когда я закончу тайл и сделаем верно его основе полноценный фон можно будет сделать следующее создать новый слой поверх него сделать здесь режим наложения например перекрытия взять какой-нибудь цвет из палитры допустим красный переключиться на кисть и большой диаметр у кисти проверить например в 359 пикселей допустим жесткость 0% и отключить здесь динамику форму но включить передачу а теперь наверное этот цвет немного не подойдет кстати можно сделать маску по вот этому тайлу чтобы за его пределы не выходить и в конце например когда это уже будет готовый фон как бы сделать такой плавненький градиент а так как здесь маска не полностью выделенность а так как здесь маска не полностью была выделена то как бы и сам тайл немного коряво закрасился поэтому я сейчас сначала сделаю вот так а потом просто обрежу и в принципе вот что уже получается то есть просто такой вот плавный градиент а уже как бы совсем другой вид и даже если добавим сюда тайл то смотреться будет очень даже неплохо отлично тайл пока отключу однако этот тайл фона может оказаться все таки большим так как я сделал здесь достаточно крупные булыжники с другой стороны как бы размеры не конфликтуют между собой и например если я сделаю их более с такими вдавленными например в фон чтобы они не были такими яркими и выделяющимися то в целом будет смотреться достаточно неплохо но если все же а попробовать например уменьшить этот тайл допустим в два раза и теперь в изображении размер изображения я уменьшу его в два раза то есть сейчас у меня будет 64 на 64 и теперь попробую также его затайлить а в принципе в целом смотрится достаточно симпатично и даже учитывая как бы размеры наши тайла все достаточно неплохо сочетается единственный момент а я пожалуй бы также здесь сделал градиент и сам этот фон сделал либо намного ярче чтобы он отделялся от фона точнее от наших тайлов что-то вроде вот такого либо наоборот сделать его еще темнее что-то вроде такого и учитывая что у нас все таки подземелье я склоняюсь как раз именно к такому варианту а также можно поиграть с цветовым балансом разные цвета здесь попробовать а я как бы стараюсь придерживаться такой вот лиловый фиолетово-розовый палитры кстати в принципе неплохо смотрится этот вариант а так и также можно поиграть с цветовым тоном и насыщенностью то есть тоже здесь попробовать ну что-то вроде такого я в принципе такой кирпич поменьше он нравится побольше смотрится на мой взгляд намного лучше а так значит он слишком насыщенный если убавить насыщенность примерно вот отсюда уже неплохо но фиолетовый смотрится лучше поэтому я его прям удаляю а слишком светлый не подойдет для подземелья а больше подойдет для таких вот открытых пространств поэтому тоже удаляю ну а этот у нас слишком такой контрастный и четкий получился поэтому я его пока просто спрячу а вот такой вот вариант тайла смотрится уже прям нормально если к нему добавить тот градиент даже на стопроцентном оверлай на перекрытии то уже смотрится ну мне лично нравится в принципе что ж с тайлом мы разобрались а разве что теперь нужно наш как бы оригинал тоже подогнать а так вот он вариант 64 на 64 пикселя кстати в таком виде его можно использовать прям как элемент тайл сета что я наверное и сделаю но это уже потом а сейчас отключу пока overlay вот ну на самом деле в принципе можно так и не заморачиваться а сделать вот так я просто помещу сейчас этот тайл сет а вот так вот в угол а теперь я его просто отключу перейду на слой с вот этим тассетом и значит а выделение я выделю просто а вот этот кусок тайла и все так здесь немного промахнулся вот так вот пиксель в пиксель а и теперь просто нажму ctrl g все теперь у меня есть и такой же кусок тайла и ничего подгонять не нужно такой вот маленький трюк значит цвет фона и вообще тайл фона мы сделали теперь нужно сделать полноценный фон итак я создам сейчас документ допустим 800 на 480 например или стойте а значит сейчас размер комнаты у меня 640 на 360 ага и значит и этот таласет я теперь обставляю именно в этот новый документ и просто его так сказать дублирую на весь холст итак я затайлил а его на весь документ получилось как бы такой вот однообразный фон а теперь я так же скопирую сюда тайлы чтобы как бы иметь представление как это все будет сочетаться вместе и пока просто вот сюда помещу а теперь мне нужен тот цвет которым я делал собственно градиент на этих тайлах а значит здесь перекрытия прохожу на обычный цвет и как бы он мне все равно здесь сейчас не прозрачный поэтому я его просто дублирую несколько раз пока не появится как бы такой вот а солидный цвет ну в принципе вот он а все беру просто беру его пипеткой перехожу обратно на наш документ с фоном создаю новый слой и просто вот так вот провожу удерживая shift только режим наложения выберу перекрытие я сначала не сильно буду а как бы нажим делать а внизу уже посильнее вот так получился вот такой вот плавненький градиент без них наш фон выглядит немного так сказать однотонно и некрасиво а вот с ними уже поинтереснее а теперь я также добавляю новый слой беру какой-нибудь здесь цвет поярче делаю и значит кисть также в один пиксель но а сейчас я поставлю здесь передачу и управление на нажим пера то есть чем сильнее я буду давить тем ярче будет свет значит что я хочу сделать я хочу сделать что-то вроде бликов а возьму даже вот такой вот наверное цвет идеально подойдет и конечно можно было бы сделать отдельный тайл где я например всего лишь несколько раз вот так вот провел бы кисточкой и просто продублировал но так как я понял это слишком поздно мне придется прорисовывать это на каждом гребаном кирпичике но нет это слишком жестоко поэтому я просто их тоже продублирую отлично а единственный момент можно где-то конечно подровнять и значит сделать их они такими выделяющимися вот идеально просто а теперь я тоже это все продублирую но уже через один кирпичик и нажму например трансформирование отразить по горизонтали не знаю намного ли стало лучше сделаю немножко по-другому я просто его вот так поверну вот так теперь они хотя бы немного отличаются так и то же самое теперь нужно сделать вот этими кирпичиками и так же их теперь продублирую чтобы сэкономить себе время хотя здесь это может оказаться не лучшим вариантом так как размер блоков здесь отличается поэтому может заходить как бы на другой блок но это в принципе поправить быстрее чем нарисовать с нуля отлично так же теперь его продублирую еще сюда поверну его так же вот так шикарно значит получили мы как бы такой вот блеск блик на этих камнях и я теперь этот фон а точнее эти блики также продублирую отлично здесь их можно сделать уже не такими яркими а можно и оставить точно такими же отлично теперь у них как бы есть свой объем что очень радует далее сюда можно добавить каких-нибудь маленьких деталей например сделать некоторые кирпичи поломанными выбитыми если я например отключу сейчас всю вот эту постобработку и создам новый слой то используя как бы уже вот этот внутренний цвет можно сделать такие вот сломанные кирпичи например в некоторых местах в некоторых местах можно сделать такие вот трещины в кирпичах как бы слишком тоже это делать много не надо чтобы сильно не отвлекать внимание к заднему фону о ну конечно можно заморочиться а можно попробовать но как бы вряд ли эти старания у вас кто-то оценит а что ж в этом видео я показал вам как создать затайленный простой фон для игры действие которое происходит в подземелье и если это видео вам понравилось обязательно ставьте лайк чтобы я это понял подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео которые кстати выходят практически каждый день но обычно каждые два дня поэтому заглядывайте сюда завтра и послезавтра и вообще заходите сюда почаще ну а также следите за новостями в моей группе вконтакте и подписывайтесь на мой инстаграм всем пока привет во всем пока